Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Посмотрим новые дни открытых дверей, посмотрим лошадок, которые наконец-то вернулись к нам, и всё, что добавили в это обновление, а также поговорим о том, что ждёт нас на следующей неделе. Так что, садласьте своих коней и поехали! И так, давайте же начнём просмотр нового обновления. Первое, с чего хотелось бы заметить, это то, что обновили загончики. Но их единственный минус, это не то, что они такие красивые, и они останутся тут даже после того, как уйдёт день открытых дверей. Минус в том, что они прозрачные. Разработчики, пожалуйста, исправьте это, я всё понимаю, но мы уже привыкли куда-либо врезаться, нам уже не страшен забор, и мы все знаем, как его обезжать так, чтобы не врезаться и нигде не зависнуть и не застрять. Также я очень сильно удивилась, что, да, сейчас надо закрыть, чтобы уведомления всякие, мне никто ничего не мешал, и вообще, была бы кнопка ещё, чтобы никого не видеть, было бы тоже супер. В общем, да, они ещё украсили вот такие вот места, где продаются кнопструперы, супер. Тоже ленточки, гирляндочки, всё повесили. Так, ну а теперь давайте уже поедем на территорию. Никогда не изменится то, что при дне открытых дверей нас встречают с каждого входа девушки на лепецанах и встают в свечку. Это очень классно, это очень мило, и, знаете, это то самое, что было, по-моему, почти всегда при дне открытых дверей, или вообще всегда, вот, но я могу говорить только про последние 2-3 года, ну, наверное, уже треть идёт. Тут у нас есть задания. Задания каждый год абсолютно одинаковые, поэтому я не буду их проходить, ну, точнее, буду, но не на запись. Так, если интересно вам, у меня где-то было видео на канале с прохождением этих квестов, а так, если есть старайды, прошу добро пожаловать в Дне открытых дверей, идите и выполняйте всё сами. Вам будут доступны скачки. Кстати, а вот здесь вот забор они тоже переделали, но тут он как был плотным, так и остался. Исключение вот эти вот поломные досочки, там можно пройти. Так, давайте посмотрим, что же всё-таки нам добавили в магазине. В магазин нам добавили снова 2 поломкомплекта... Сейчас, надо камеру приблизить, а то слишком далеко ничегошеньки не видно. Так, нет, да, вот. Нам добавили 2 комплекта одежды и амуниции в стиле барокко. Мне очень, если честно, понравился первый жакет, по-моему, да. Но брать я его пока не буду, но я подумаю. Кстати, вот эти вот сапоги... Слушайте, сапоги очень классные, за 4 тысячи. В общем, вот такие вот, кстати, вещи добавили. Мне, в принципе, всё... Ну, даже нет. Мне мало что понравилось на самом деле. Мне не нравятся вальтрапы, мне не нравятся сёдла. Нагавки тоже я не люблю такого типажа, как будто взяли носки, отрезали там, где пальцы, и одели на лошадь. Ну, а тут уже идут старые комплекты, там некоторые вещи уже куплены. Но там хотя бы стиль был как-то поинтереснее прошлогодний. Даже нет, даже это был позапрошлогодний стиль. Вот. И чё-то как-то не, ребят. Вот я, пожалуй, если куплю... Купить, не купить? Купить? Да, купить. Я, пожалуй, куплю всё-таки только эти сапоги, потому что они божественные, несмотря на то, что они выглядят намного больше, чем все другие мои сапоги. Ну, а жакет... Он мне нравится. Даже по сравнению с другими. Но мне некуда его одевать. Вывестку у чемпионата я не катаю. В соревнованиях по вывестке не участвую, мне он не нужен. Поэтому, пожалуй, пусть пока лежит себе в магазине. Но если приспичит, у меня ещё есть время, чтобы купить. А теперь, дамы и господа, давайте поприветствуем тех лошадей, которые мы считали потерянными навеки. И плюс одну новую. Два лузетана, три лепицано и один новый андалуз. Это были, по-моему, одни из самых желанных лошадей, которых я вообще знаю, потому что были они последний раз два года назад. И если кто-то проезжал на одну из этих лошадок, его моментально закидывали вопросом, а где ты купил эту лошадь? И ответ был всегда один и тот же. Они уже недоступны. Сейчас такая же ситуация идёт только с магическими лошадьми, потому что они появляются периодически. И с старыми фьордами, которые убрали, я даже тоже не понимаю, почему. Но, кстати, у меня уже есть все эти лошади, кроме вот этого нового божественного андалуза, который мне очень сильно напоминает спирта. И если бы не его носочки и пятнышко на носу, это был бы стоп-процентный спирт. И мне кажется, что разработчики очень даже неплохо поработали над его текстурой. Потому что мне он кажется более даже доработанным, но вот именно масть, рисовка масти, вот даже вены и морщинки, всё чётко видно, в отличие от других андалузов. Очень классный, просто божественный конь. Я его, если честно, да, он стоит 950 СК, я его хотела взять ещё вчера вечером, когда смотрела, зашла посмотреть обновление, точнее это было ночью. И я уже даже выбрала имя и чуть не нажала купить, но вспомнила, что, да, что нужно снять для вас видео. Кстати, обновили вот в заданиях на лошадях, теперь одеваются недоустки и лошади, теперь здесь только третьего поколения. То бишь все те, на кого одеваются недоустки, и это очень классно. Что раньше, по-моему, просто узечки одевались. Также обновили комплекты амуниции на вот этих лошадей по заданию, да, теперь тут выйдите самые последние комплекты, хотя вот этого в Альтрапе я чё-то не помню. Также приехал Анди на день открытой двери, и вы можете прийти в его загончить и потискать абсолютно всех животных, которых вы не успели потискать. Утю-тю, мой маленький спирит, одни сплошные спириты, я в восторге. Но самое интересное, это то, что добавили сюда вот такую совушку, божественную совушку цвета, я не знаю, серебристого сока. Мне она очень нравится, давайте её потискаем. Ой, это так мило. А можно ещё раз, я хочу фоточку. Это так мило. А можно всегда гладить зверюшек, не в зависимости от дня открытых дверей, было бы очень классно. Это, божественное, это так мило. То есть мало того, что эта анимация гладит всех этих животных, она в принципе сама по себе милая, то вот эту совушку я прям не могу. Просто Грейпоттерские какие-то. Я сделаю даже скриншотик, может быть поставлю на обложечку этого видео, не знаю. В общем, очень милая сова. Ну, у нас уже есть один питомец-сова, я до него, правда, ещё не дошла, мне ещё качаться и качаться. С фармом цветочков. Да, и тебя давай погладим. Но, в принципе, у нас уже есть один питомец-сова на весь ССО. Немногим она, правда, нравится, но есть. И я надеюсь, что в будущем добавят другие расцветки, как вот эта вот сова, которая сидит на пенёчке. Также не забываем про наш любимый выездковый плац, который появляется здесь только на день открытых дверей, по которому скучают абсолютно все выездеки ССО. Потому что это божественное место. А теперь давайте же посмотрим, нам ещё добавили один предмет для лайфа. О, у меня оказывается тут два. Ну, видимо, забыла взять. Вот такая шикарная уздечка, мне она очень сильно нравится. Давайте её возьмём. Она, кстати, очень сильно, мне кажется, подойдёт. Да, она очень классно сидит на этом лузитане. Ой, вот такая божественная уздечка. Надо будет, кстати, как-нибудь собрать этот комплект и одеть его. В общем, на следующей неделе Мэри с ранчо Старщайна отправится куда-то и что-то потеряет по дороге. В общем, как всегда, какие-то непонятные, нечёткие нам дают намёки. Хотя нет, чаще всего сейчас уже стали по прямым текстам нам говорить, что будет в следующем обновлении. Ну, а тут придётся просто сидеть и ждать следующей недели. А на этом видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, я обязательно их посмотрю, да и отвечу. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова